Здравствуйте, с вами компания Дом в дорогу. Меня зовут Константин. В этом видео речь пойдет о так называемом импортозамещении или о том, как нельзя делать прицепы. Но сначала я расскажу, на что надо обратить внимание при покупке дома на колесах. С чего она начинается вообще и что надо знать в первую очередь. Информация, о которой пойдет речь ниже, возможно, поможет вам избежать разочарования от неправильно принятого решения. Для того, чтобы повысить устойчивость прицепа на дороге и убрать эффект маятника, так называемой раскачки, американские производители смещают оси прицепа немного назад. Как видно из этого рисунка, расстояние L2, передняя часть прицепа, больше, чем задняя L1. В такой конфигурации безопасную скорость цепки можно поднять процентов на 50. При 140 км в час прицеп ведет себя устойчиво и никакой раскачки нет. Но дело даже не в скорости. Прицеп очень устойчив на дороге. Но, как всегда, у каждого хорошего решения всегда есть обратная сторона медали. Смещая оси прицепа назад, мы увеличиваем нагрузку на шар фаркопа тягача. Чем больше расстояние от оси, тем больше нагрузка на шар фаркопа автомобиля. Нагрузка на шар фаркопа машины – наиважнейшая характеристика, которую ни в коем случае нельзя игнорировать при покупке прицепа. Она напрямую влияет не только на вашу безопасность, но и на безопасность окружающих вас людей. При самопроизвольном отсоединении на большой скорости прицепа от тягача, последний может врезаться, например, в автобусную остановку с людьми или во встречную машину. Перед покупкой прицепа со смещенной осью вы должны знать, с какой нагрузкой его сцепное устройство давит на шар фаркопа вашего тягача при условии полной загрузки прицепа. Все производители таких прицепов, у которых смещенная ось, уделяют должное внимание этому параметру и всегда его публикуют в спецификациях прицепа, производимых ими. Это очень важно. Вот скан с официального сайта производителей прицепа Bullitt. Сцепное устройство прицепа Keystone Bullitt 290BHS давит на шар фаркопа тягача силой 705LB, что соответствует 320 кг. На сайте Дом в дорогу в спецификации прицепа Keystone Bullitt 290BHS также указана эта величина уже с переводом в килограммы. Еще раз хочу повторить, перед покупкой прицепа этот параметр очень важно знать. Фаркопы автомобилей могут выдерживать разное давление на шар. Это зависит не от мощности двигателя автомобиля, а от его конструкции, равной-неравной, и от конструкции самого фаркопа. А также от наличия так называемого разгрузочного устройства, которое может применяться только вместе с равными автомобилями. Европейские производители автомобилей в основном выпускают машины, у которых в качестве несущей конструкции выступает сам кузов автомобиля. Такие тягачи в основном могут буксировать только прицепы, у которых оси расположены посередине. Именно поэтому в Европе американские прицепы редкость. В Америке практически в каждой семье есть пикап или мощный равный автомобиль. Именно поэтому там и производят прицепы со смещенной осью. В России также очень много равных машин. На российской дороге за час мимо вас может проехать сотня ленд-крузеров, 200, Pratt, Hi-Lux и Nissan, тогда как в Европе этих машин практически нет. Ну ладно, есть, только очень мало. Но самое главное в США, там где производят прицепы со смещенными осями, для равных, я подчеркиваю, для равных автомобилей, для каждого тягача есть так называемый буксировочный сертификат, который выдается самим производителем автомобилей. Вот он, в данном случае, выданный Тойотой для ленд-крузера 200. Согласно этому документу, Тойота ленд-крузер 200 может без разгрузочного устройства буксировать прицепы с нагрузкой на шар не более 226 кг, а с разгрузочным не более 367 кг. Теперь давайте вернемся к спецификации прицепа. У Bullitt 290 B6 нагрузка на шар 320 кг. Значит, согласно официальной информации на сайте производителя прицепа и буксировочному сертификату, выданному производителем автомобиля, Тойота ленд-крузер 200 может буксировать прицеп Keystone Ballet 290 B6 только с разгрузочным устройством. Без него нельзя. Разгрузочное устройство – это система рычагов на сцепном устройстве, которая распределяет точную нагрузку на шар фаркопа по всей раме тягача. Отсюда следует, что применять его можно только на рамном автомобиле. Итак, при покупке прицепа надо знать не только массу буксируемого прицепа, оборудованного тормозами вашим тягачом, но и характеристики прицепа по нагрузке на шар фаркопа тягача, а также массу, которую может выдерживать фаркоп автомобиля с разгрузочным устройством и без него. На самом деле задача не сложная. Специалисты компании «Дом в дорогу» знают характеристики практически всех равных автомобилей, эксплуатирующихся в Российской Федерации. Еще одной особенностью прицепа со смещенной осью служат страховочные элементы, предназначенные на случай самооцепки прицепа. Прежде всего, это цепи и так называемый замыкатель электрических тормозов. В европейских прицепах система защиты одна – механическая блокировка тормоза наката, а в американских две – замыкатель электрических тормозов и страховочные цепи. Как еще можно снизить нагрузку на шар фаркопа в прицепах, у которых смещены оси? Нужно просто максимально укоротить фаркоп. Обратите внимание, в европейском прицепе он длинный. Здесь можно разместить, например, площадку для велосипедов, и нагрузка на шар увеличится очень незначительно, так как оси посередине. В европейском прицепе, если честно, нагрузку на шар можно вообще сделать отрицательной. Правда, в каждой поездке мы будем попадать на раскачку. Явление довольно-таки неприятное. А в американском прицепе фаркоп очень короткий. Они бы его сделали еще короче, но по закону в США аккумуляторы газовые баллоны должны быть на фаркопе. Вот и пришлось им укоротить цепное устройство с учетом этого. Как влияет длина фаркопа на нагрузку на шар, показано на этих фото. Как видно из эксперимента, с уменьшением длины фаркопа нагрузка на шар фаркопа уменьшается. Ну а теперь давайте посмотрим на так называемое импортозамещение. Вдохните поглубже воздуха, сейчас будет смешно. Приготовились? Перед вами прицеп российского производителя, так называемый КС. Чудо российского прицепостроения. Давайте познакомимся с ним поближе. Производитель решил применить американскую схему размещения осей, сместив их назад и при этом увеличив нагрузку на шар фаркопа тягача. Как видно из рисунка, расстояние L2 больше, чем L1. Но не тут-то было. Сделав огромный фаркоп расстояние L3, российские гении инженерных расчетов засандалили на него огромный рундук, куда можно засунуть слона. И также на этом фаркопе они поставили какой-то неизвестный забор. Интересно, для чего он предназначен? Может для кучера с плеткой на случай, если по каким-то причинам автомобиль уедет от прицепа? Нет. Никогда не поверите. А вот для чего. Оказывается, на это сцепное устройство они предлагают еще зафигачить мотоцикл. Господи, какой же тягач все это выдержит? Но может у них на сайте в технических характеристиках есть максимальная нагрузка на шар фаркопа тягача? Давайте посмотрим. Ни слова. Кстати, в технических характеристиках отсутствует полная масса прицепа. Но это тема другого ролика, который обязательно скоро выйдет. Я позвонил в эту контору и решил выяснить, почему у них на сайте нет важнейших весовых характеристик прицепа, которые они производят. Здравствуйте. Здравствуйте, молодой человек. Скажите, пожалуйста, вот я прицеп КС-36 есть где-то в технических характеристиках? Просто у вас у прицепа оси назад смещены и давление на шар по идее очень большое. А где-то есть у вас это в технических характеристиках, в документации, где-то еще? Пока нет. Вы понимаете, что нагрузка на степное устройство – это такой показатель, который меняется от расположения одного и того же груза одним и тем же весом по прицепу. Понимаете, вы загрузите… Мы же не знаем, сколько вы вещей туда загрузите. При полной загрузке прицепа, при заполненных баках и так далее, какая у вас нагрузка на шар? Я могу это узнать в технических характеристиках или не могу? Я вам о чем и говорю, что это индивидуально, это сложно сказать. Скажите, пожалуйста, а если договор с вами заключить на покупку этого прицепа, в договоре вы сможете указать, какая нагрузка на шар фаркопа должна быть? Вот у меня в машине допустимая нагрузка на шарик в технических характеристиках машины – 120 килограмм. Значит, соответственно, ваш прицеп должен давить на шар не более 120 килограмм. Мы можем указать это в… Нет, не можем. Не можем. Я вам объясню, почему. Потому что вы можете нагрузить в рундук кирпичей, а мы окажемся виноваты. Нет, нет, нет. Мы почему не указываем? Потому что эту ситуацию можно вывернуть в обратную сторону. Парень, который со мной разговаривал, если ты смотришь это видео, ты вообще понял, что ты наговорил? Ты являешься представителем фирмы, производящей транспортные средства, которые не просто эксплуатируются на дорогах. Они буксируются за легковыми автомобилями, имеющими разные эксплуатационные ограничения. Ты вообще понимаешь, о чем я? Что у тебя было в школе по физике? Какое у тебя вообще образование? Ты только что сказал ни больше, ни меньше следующее. Мы не публикуем весовые характеристики производимого нами прицепа, потому что мы не знаем, сколько кирпичей вы туда нагрузите. Ты вообще с ума сошел? Вы можете себе представить, чтобы производитель самолетов Boeing сказал заказчику авиакомпании, мы не можем сказать вам, сколько в производимый нами самолет помещается пассажиров, потому что мы не знаем, сколько вы туда хотите их запихнуть. Или на сайте Mercedes не будет указана максимально снаряженная масса автомобиля, потому что производитель не знает, что на нем будут возить, пассажиров или арбузы с грядки. Ты вообще сдурел? В России есть такое понятие – разрешенная максимальная масса. Масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально допустимой. Ты являешься предприятием-изготовителем, и вместо публикации масс твоего прицепа ты несешь ахинею. Во всем мире есть понятие GWWR – Gross Vehicle Wage Rating. Дословно переводится как рейтинг полной массы транспортного средства. Где он у тебя в характеристиках? Ах да, забыл. Ты не знаешь, сколько юзер туда запихнет кирпичей. Где на твоем сайте нагрузка на ось? Это второй параметр, который обязателен для производителей всех прицепов. А может ты не пишешь все эти параметры, чтобы как можно больше продать свое говно, наплевав при этом на безопасность? Именно это называется импортозамещением. Теперь давайте попробуем определить, какая нагрузка на шар у этого шедевра российского прицепостроения. Производитель скрывает этот параметр, так как он, по его же собственным словам, не знает, сколько кирпичей туда запихнет покупатель. Попробуем найти аналоги этого прицепа КС и посмотреть, какая нагрузка на шар там. Прицеп широкий Wolf Pup 14SS BL. Нагрузка на шар 181 кг. Прицеп Hideout Mini 179RB. Нагрузка на шар 217 кг. Прицеп Hitch 17BHS. Нагрузка на шар 193 кг. И очень похожий на вот этот прицеп, исследуемый нами, KS XP LORRV X145. Вот видите, у него такой же рундук и сверху велосипед. Кстати, очень грамотно они сделали, потому что велосипед стоит сверху, а не левее рундука. Чтобы снизить нагрузку на шар, это же все-таки рычаг в данном случае. Нагрузка на шар 204 кг. В связи с тем, что российский производитель стесняется сказать, какая масса его прицепа давит на шар фаркопа автомобиля, на основе исследования аналогов предположим, что эта масса составляет от 181 до 204 кг. Теперь давайте посмотрим на автомобиль, который прицеплен к этому дому на колесах российского производителя с неизвестной, а точнее уже с предполагаемой нагрузкой на шар фаркопа от 181 до 204 кг. Это Volvo XC90. Максимально допустимая нагрузка на шар фаркопа 110 кг. Теперь давайте ближе посмотрим на сцепку этого Volvo XC90 с прицепом KS. Фаркоп самый что ни на есть европейский, с максимально допустимой нагрузкой на него 110 кг. А на фото прицеп давит с массой от 181 до 204 кг. И это без учета рундука и чего-то двухколесного около него. Кстати, отсутствуют страховочные цепи. Вот я очень хочу, чтобы это видео посмотрел собственник данного сооружения. Он не боится стать участником трагедии. Ведь в случае отцепки прицеп превращается в торпеду, которая летит куда ей вздумается. Большая просьба к собственникам данных прицепов. Если вы будете проезжать мимо нас, а наш офис расположен по пути на море, пожалуйста, загляните к нам. У нас есть все необходимое для снятия весовых характеристик прицепов этих производителей. Вы должны знать, какой фактический вес у вашего прицепа и соответствует ли он вашему тягачу. Это очень важно. Конфиденциальность полученных результатов мы гарантируем. Когда-то к Рональду Рейгану обратились американские производители автомобилей с просьбой поднять пошлины на японские машины, которые заполонили американский рынок. Рейган ответил им, пошлины поднимать я не буду. Делайте лучше. В чем проблема? Вот это и есть настоящий патриотизм.